Друзья мои, всем привет! Недавно я увлеклась вязанием сумок из полиэфирного шнура и показывала вам их в своих соцсетях ВКонтакте и в той соцсети, которую нам не надо называть, но вы и так поняли. И меня просили рассказать, ну, во-первых, я обещала показать сумки поближе, да, и мне задавали вопрос про фурнитуру для этих сумок, где я ее покупала и так далее. И вот сегодня такое небольшое видео ознакомительное. Я вам покажу свои сумки, которые я связала с огромным удовольствием. Я не думала, что меня так захватит вот это увлечение вязать сумки именно из полиэфирного шнура. Мне понравилось вязать. Я связала их действительно, как я вам уже рассказывала, целых семь. Да, то есть я такой человек увлекающийся. Но я вам покажу только четыре из них. Три сумки-шоперы я вам тоже показывала в одной из соцсетей своих, в обеих, по-моему, да. Там не использована фурнитура, и вязала я их из объемной хлопковой пряжи. Я тренировалась для того, чтобы затем связать шопер из шнура. Ну, и давайте начнем. Давайте я буду в хронологическом порядке. Вот как я вязала эти сумки, так я вам их буду показывать и рассказывать про фурнитуру, какие-то особенности. Я, конечно же, не опытный еще в этом деле человек, но кое-какие моменты все-таки я для себя уяснила и хочу ими с вами поделиться. Итак, вот такая вот сумка появилась у меня первая. Такой темно-серый полиэфирный шнур. Три миллиметра диаметром этот шнур без сердечника. Это, в общем, важно, насколько я поняла. Крючок здесь у меня был четыре с половиной миллиметра. Я брала крючок поменьше диаметром, чтобы они были плотнее. А когда вяжешь сумки, с чем я столкнулась? С тем, что очень не хватает этим сумкам крепкости, такой жесткости. Ребра жесткости не хватает. Поэтому желательно их носить как-то набитыми для того, чтобы вот так открыть замок. Вот видите, сейчас у меня эта сумка пустая. Для того, чтобы мне ее открыть, вот она у меня сплющивается вот так вот. Все эти сумки у меня снабжены подкладками, которые я шила самостоятельно из хлопчатой бумажной ткани. У меня ее много в запасах, и я решила ее использовать. Всю эту подкладку я крепила на клеевой флизелин или дублерин. Что у меня было в запасах, то я использовала. Для того, чтобы сама подкладка тоже была такая вот жесткая. Вот здесь вот такой шикарный цвет. Мне очень понравился. Я ее выбрала для этой темно-серой сумки. Вот такой вот насыщенный лиловый. Значит, что по этой сумке? Рассказывать, как вязать эти сумки, я вам сейчас, конечно же, не буду. Меня просили об одном мастер-классе, и я, когда дойдем до сумочки, я вам еще расскажу про этот мастер-класс. Просто рассказываю, значит, во-первых, про фурнитуру. Мне задали вопрос, где я ее покупаю. Я не сотрудничаю ни с какими интернет-магазинами, поэтому никакой рекламы я, конечно же, давать не буду. Но я вам скажу, что это самый крупный интернет-портал, на котором продается все. От гвоздя до конфет. И вот там, если вы в поисковике наберете фурнитуру для сумок, или ручки для вязаных сумок, или замки для вязаных сумок, вы там все это прекрасно найдете. Здесь вот такой вот портфельный замочек, который довольно-таки трудно оказалось крепить к этой сумке. Когда вы будете покупать такой замок, выбирайте только портфельный. Он так и называется портфельный. Потому что здесь, вот в этом месте, где крепится этот замок, у вас должно быть... В общем, вот это полотно вязанное из полиэфирного шнура диаметром 3 мм должно поместиться вот в отверстие. Вот в эту вот... Здесь вот крепится. Вот сюда должно поместиться. Я этого не знала. Сначала купила замок простой. И у меня не поместилось. Толщина не подошла. Поэтому обратите на это, пожалуйста, внимание. Вот такой вот замочек. Да, у меня здесь еще кармашек. Я себе сшила обязательно. Причем именно на этом месте, вот здесь. Обычно как-то на сумках вот здесь кармашки. А я с внешней стороны сделала себе такой дополнительный карман. На мой взгляд, так удобнее. И в чем преимущество еще, когда ты вяжешь сумки для себя? Что ты сам знаешь, где тебе сделать карман. С замочком рассказала. По вот этой вот цепочке. Очень красивая цепочка. И я ее выбрала довольно-таки правильно. Почему? На мой взгляд, очень важно, когда мы используем вот такую вот цепочку. Вообще в сумках с такими цепочками. Что неудобно? Во-первых, когда она узкая, она врезается в плечо. И она соскальзывает. Я выбирала потолще, пошире звено. Здесь 14 миллиметров было указано звено цепочки. И вот она мне показалась очень удобной. Я все эти сумки ношу, активно использую. Она удобна на плече. Она не сваливается. Она не врезается в плечо. Поэтому, когда вы выбираете фурнитуру для сумки, если вот такую цепь вы берете, смотрите, во-первых, по длине, чтобы она была длинная. Здесь, насколько я помню, 140 сантиметров. То есть, метр сорок. Она длинная. Чтобы обязательно были карабины. Иначе вам придется их докупать. Потому что есть такие цепи без карабина. Соответственно, если вы закажете цепь, и даже если вы закажете вот эти полукольца, то карабин потом, если не окажется на цепочке, это будет таким неприятным моментом. Вам придется еще и докупить карабин. То есть, когда вот эту цепочку берете, смотрите, чтобы она была длинная, широкое звено, карабин. Ну, а вот эти полукольца я выбирала 3 сантиметра. Вот в самом широком основании. Это оптимально на самом деле. И, опять же, смотрите, когда заказываете такие полукольца, есть возможность там поищите. Там есть наборы. Не по два кольца, а, по-моему, 10. Не колец, а полуколец вот этих вот. И обязательно читайте, какой цвет. То ли это под никель, то есть это серебристая такая вот ручка. То ли это будет под золото. Ну, в общем, вот эта первая сумка, которая у меня была связана. Я ее показывала. Мне она очень нравится. Причем я до сих пор не могу понять, что мне больше нравится, внешняя или внутренняя ее часть. Удобная, но нужно чем-то ее набивать, чтобы вот каждый раз вот так вот не нажимать. Она иначе становится такая вот плоская. Следующая сумка. Я прошу прощения. Тоже очень всем понравилась. Это вот такой вот милый редикюль. Очень женственная модель. Цвет называется этой пряжей суровый. Я говорю пряжей, потому что я привыкла к пряже. Я еще пока не совсем привыкла. Это полиэфирный шнур. То же самое. Диаметр этого шнура 3 миллиметра. Без сердечника. Цвет суровый. А само название шнура, да, я вначале вам должна была об этом сказать, но не сказала. Полиэфирный шнур Арахно Корт. Арахно. Такой вот милый редикюль с деревянными ручками. Я когда увидела эту модель, решила связать. Я ни у кого не видела такой модели с деревянными ручками. А мне показалось, что это самое оптимальное, самое красивое решение. Вот такая сумка вяжется за день. Что мне еще нравится в вязании сумок из шнура, это то, что это все вяжется очень-очень быстро. Вот за день я связала себе, причем я человек неопытный, я только учусь, поэтому вот мне что понравилось, что быстро связано. Вот по этой сумке меня просили снять мастер-класс. И я сама хочу его снять, потому что она мне нравится. И у меня уже заказ на эту сумку. Я сама не ожидала, что я буду кому-то вязать на заказ. Но на самом деле вот нашлись люди, которым эти сумки настолько понравились в моем исполнении, что буду вязать. Только немножечко по-другому. Вот такие шикарные деревянные ручки все там же продаются. Они стоят порядка 350 рублей. Две ручки. Довольно-таки толстые. Толщина где-то миллиметров 5, наверное, или 4. И вот у меня эта сумочка крепится на вот такой вот магнитный замок. По этой сумке, по фурнитуре, никаких особенностей больше нет. Смотрите на цвет ручек внимательно и на их стоимость. Потому что чем тоньше и дешевле, как-то знаете, вот некрасивые вот эти ручки, они стоят дешевле. А поприличнее и очень, видите, они такие вот обработанные какие-то хорошие такие. Они стоят подороже. И точно так же там внутри, надеюсь, вы видите, подкладочка хорошая такая у меня. Тоже из хлопчатобумажной ткани. Такая сумка, кстати, будет хорошо смотреться и с клапаном, и с длинной ручкой. Но вот для меня это вот редикюль, который очень хочется вот так вот именно на деревянных ручках носить. Мне она очень нравится. Эти ручки можно обработать, конечно же, специальной пропиткой для дерева, чтобы они не пачкались, не промокали. Но я этого еще пока не делала, потому что, ну, как-то вот необходимости такой вот нет. Тоже довольно-таки вместительная. Вот видите, такая вот объемная. Но тоже хочется ее набить, потому что если она не набитая, а плоская вот такая вот. Ну, а если ее чем-то вот туда положить, сейчас у меня просто ничего в ней нет, я вытащила, она вот получается довольно-таки такая вот объемная, симпатичная. Это прям вот моя любимая сумочка, честно вам скажу. Хотя я их все люблю. Так, это вторая сумка. Дальше, третья. Очень оригинальная модель. Вот такая вот круглая сумка из белого полиэфирного шнура. Все тоже арахнокорд. Все так же 3 миллиметра диаметром этот шнур. И так же я вязала эту сумку крючком, потоньше взяла, 4,5 миллиметра, для того, чтобы она была плотнее. Вот такая вот круглая сумка. И к ней у меня вот такой шикарный ремень двусторонний, который все так же там и продается. Все можно купить при желании. Эта сумка на молнии. Не очень удобна она тем, что вот круглая. У меня есть круглая сумка, но такая кожаная. Я знала, что круглая сумка будет неудобно. Но я не могла себе отказать в удовольствии связать себе вот такую красотку. И тоже проблема в том, что ее нужно набивать. Хотя здесь у меня подкладка посажена на очень-очень крепкий дублерин. Я покупала прям такой плотный-плотный, для того, чтобы все-таки дать ей еще жесткость. У меня там лежат некоторые вещи. Я вчера ее как раз брала, вот ездила по делам. Я просто вижу, как люди обращают внимание на эту сумку и, кстати, на другие. Ну, какие люди? Конечно же, девушки. Девушки, дамы, милые. Всем очень нравится. Вот просто все на нее смотрят. И на эту сумку, кстати, у меня тоже есть заказ. Вот не поверите, я даже не знала, что я увлекусь вот таким вязанием, и оно как-то у меня вот продвинется. То есть вот эту сумку я тоже буду вязать на заказ. И, возможно, тоже попытаюсь снять мастер-класс на нее. Что по ней? Что по ней? Во-первых, ну, вот сейчас она у меня не набитая. Опять же, все надо набивать. Теряет форму. Вот сразу видите, она вот у меня сейчас полупустая, там есть вещи. Ну, до такой степени я ее не сминаю, конечно. Но вот это надо учитывать. То есть будете вязать, готовьтесь к тому, чтобы как-то ее укрепить или набивать в целом, потом, когда будете носить. Ну, здесь молния у меня обычная, так называемый трактор, то есть по жестче такие вот звенья в молнии. А здесь вот этот ремень шикарный, широкий, подходит, как никакой другой сюда не подойдет, только вот такой ремень. И что у меня здесь произошло? Я, когда заказала этот ремень, я, конечно же, купилась вот на этот вот красивый узор в этом ремне. Отсвечивать немножечко, ну, вы видите. Даже не на эту сторону, хотя это классно тоже смотрится. Вот на эту. И не обратила внимания на то, что фурнитура у этой сумки золотая. Видите? Золотая. А у меня были куплены полукольца серебристые вот такие, и я не смогла заказать нигде золотые полукольца. Поэтому мне пришлось найти свою старую-старую сумку и от нее... Ой, отсвечивает белая. От нее оторвать, отрезать вот эти вот кольца и пришить сюда для того, чтобы все было гармонично. И поэтому на это нужно тоже обращать внимание при работе с фурнитурой для сумок при заказе. Для того, чтобы не получилось так, как у меня. То есть внимательно, когда будете заказывать там фурнитуру, читайте, какой материал, какой металл используется. Вот в частности, вот в этом ремне. Это тоже очень важно. В общем, люблю эту сумку тоже. Недостаток ее в том, что она белая. Белый этот полиэфирный шнур. И я ее вчера испачкала помадой, естественно. Здесь вот уже... И надо ее уже стирать. Пока я еще не знаю, как стирать. Но все эти сумки можно обрабатывать пропиткой для кожи, для верхней одежды, которая продается в магазинах. И тогда эта сумка будет не только не намокать, если, например, дождь на улице, да, влажно. Но еще и как-то не так сильно пачкаться. Вот это вот то, что я не учла, когда я вчера, в общем, ее так довольно-таки активно везде таскала. И она у меня, конечно, уже не такая белая, как кажется на экране. Кстати, на экране она прям белоснежная сейчас. В общем, очень красивая модель. Когда я буду вязать вторую, я немножечко изменю кое-что. Здесь, потому что вот эта часть, где молния, она вот видите, как немножечко выпирает у меня. Мне это не очень нравится. Я буду делать более плоско. Я уже понимаю, как это делать с опытом. Ну и, естественно, вам тоже буду показывать. Довольно, кстати, объемная. Я вчера в нее положила целое платье, которое я купила. Оно у меня туда поместилось. То есть, невзирая на то, что вот вроде бы она такая вместительная. Ну и четвертая сумка. Ну, я говорила, что видео будет коротким. Это шоппер, который, на самом деле, я очень долго мучила. Потому что начала я его вязать первым и закончила последним. Такой вот вместительный шоппер. У меня там тоже вещь. Я тоже его таскаю. Значит, что здесь? Здесь у меня никак не получалось по форме и по размеру это изделие. Но, в конце концов, посмотрите, все шикарно подошло. Значит, у меня здесь дно. Кожзам, конечно же. Которое точно так же продается в интернет-магазинах. Там, где фурнитура для сумок, для рукоделия. Вот это вот все. Ищите, и вы найдете. Вот такое донышко с отверстиями продается. Оно тонкое. Его также нужно укреплять. Поэтому для этой сумки я вязала еще из этого полиэфирного шнура дно овальное. И потом это все совмещало. Также у меня здесь подкладка очень красивого темно-синего цвета. И внутри у меня два кармана я шила. Но я показывать, простите, не буду. У меня там вещи не хочется вытаскивать. Мне она нужна сейчас будет. Для такого шопера я заказывала вот такие ушки. Видите? Вот такие ушки. И вот такой вот клапан на кнопке. Они продавались отдельно. Но они, к счастью, совпали по цвету с дном. Которое я заказывала тоже отдельно. И вот такой же ремень, похожий на тот, который я вам показывала в предыдущей модели. Но в другом исполнении, вот такой вот яркий. С одной стороны, внутри они все двусторонние. Вот эти ремни мне очень нравятся. Они очень крепкие. Они очень прочные. Ширина этого ремня 4 сантиметра. Есть разные. Есть поуже. Там 2,5 сантиметра разные. Вот я бы советовала выбирать именно вот такие широкие. В 4 сантиметра шириной. Они регулируются по длине до, по-моему, 120 сантиметров. Или до 140. По-разному. Они идут с карабинами. Они продаются с карабинами. Карабины я отдельно не покупала. Соответственно, эти карабины прекрасно крепятся вот к этим ушкам, которые я приобрела отдельно. Вообще, всю фурнитуру... Есть наборы, но я как-то все приобретала по отдельности. И опять же, нужно внимательно смотреть, чтобы цвет фурнитуры на ремне совпадал с цветом фурнитуры металлической, я имею в виду, на, например, вот этих вот ушках. Немножко у меня тут не получилось на сумке аккуратно как-то пришить вот этот клапан. Съезжает немножко. Но в процессе носки это незаметно. Сумка объемная. В сумку очень много всего помещается. Но я буду вязать себе еще один шоппер. На основе тех, которые я вам показывала вконтакте, в открытой группе по вязанию и в другой соцсети. На основе тех сумок, которые я вязала из хлопчатой бумажной... То есть, из хлопковой пряжи. Они у меня там называются яркие летние мои. Ярко-желтого, ярко-красного и зеленого цвета. Вот будет еще один шоппер. Мастер-класс, не знаю, буду я снимать или нет. Что меня останавливает в вязании, в создании мастер-классов по вязанию крючком, это то, что я не совсем хорошо разбираюсь в терминологии пока еще. Но я умею очень хорошо все объяснять. Поэтому я думаю, что я вам смогу объяснить тем, кто хочет связать вот такой вот редикюль. И вот такую вот шикарную круглую сумку. Вот это вообще бомба. Это просто вообще шикарная модель, но ее нужно довести до ума. И не вязать, конечно, из такого белого полиэфирного шнура, из которого связала я. Но зато красиво очень. Друзья мои, ну вот я, значит, что смогла вам рассказала. Поэтому ищите фурнитуру в интернете. Вы же все в интернете. Мы все в интернете. Мы все можем найти. И выбирайте с толком, с умом. Ну и на основе каких-то моих небольших рекомендаций скромных, которые опираются, опять же, на пока еще скромном опыте вязания сумок из полиэфирного шнура. В планах у меня, помимо вязания сумок из шнура, еще и вязание из джута. Мне тоже очень нравится это. Единственное, меня останавливает мусор, который будет появляться в процессе вязания. Но, скорее всего, я это буду делать исключительно на даче. Возможно, там как-то этот мусор на улице рассеется. И, безусловно, я продолжаю вязать спицами. И я вам уже сняла несколько видеороликов по вязанию карманов. Все потому, что я сейчас заканчиваю вязать кардиган из пряжи YarnArt Jeans Tropical. И тот кардиган, который я вяжу, он также у меня будет снабжен карманами. Поэтому я, естественно, как бы в тему карманов погрузилась. Не так часто я вяжу карманы в своих изделиях. И теми знаниями, которые я получила, я, конечно, уже поделилась с вами. Вот сняла для вас несколько видеороликов по вязанию различного типа карманов. Ну, может быть, даже еще сниму. Так что, кто не подписан на мой канал, обязательно подпишитесь. И до новых встреч. Всем пока-пока.